Продолжение следует... Все спикеры женщины, у нас женская неделя. И будут замечательные вебинары, начиная с того вебинара, который вы сегодня увидите, и заканчивая вебинаром Марина Орешко, которая тоже является одной из самых популярных наших спикеров. Ну, собственно, об этом я подскажу чуть попозже, о двух предыдущих вебинарах, а сейчас, как всегда, о тех полезных ссылках, которые размещены в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров. И это расписание я вам предлагаю промониторить более подробно, чем обычно, потому что сейчас как раз то время, когда у нас это расписание наполняется немножко новым содержанием. То есть часть вебинаров у нас была определена еще давно, еще в сентябре. Особенно наши треки, которые ведут наши постоянные ведущие. А некоторые выясняются только сейчас, и у нас появилось много интересных новых имен в середине-конце февраля, в начале марта, даже в начале апреля. В начале апреля у нас, например, будет вебинар одного из ректоров наших вузов. Ну, не буду, смотрите сами в расписание. Вот, в общем, я вам очень рекомендую это расписание еще раз просмотреть и зарегистрироваться на те вебинары, которые вам интересны. И вторая ссылка отсылает к записям наших вебинаров. Их уже около 240 записей на нашем видеоканале на YouTube. Ну, и этот вебинар тоже записывается и тоже попадет на наш видеоканал. Поэтому, кто не успеет сегодня полностью этот вебинар посмотреть по какой-то причине, то заходите, сможете посмотреть запись. Давайте я вам проанонсирую два вебинара следующих, на которых я вас приглашаю. Итак, вот эти два вебинара. Первый из них состоится завтра в 12 часов. Вести его будет Марина Эйрштейн. «Практическое использование электронного учебного контента в курсе «История зарубежной литературы». Ну, наверное, тут не столь интересно то, что это именно курс зарубежной литературы, сколько в том, как те инструменты, которые мы здесь изучаем, в том числе здесь изучаем на наших вебинарах, могут преобразить вашу учебную программу, ваши методы, с которыми вы обращаетесь к своим студентам и слушателям. На мой взгляд, должен быть очень интересный вебинар. Я знаю, какие элементы контента Марина создала. Это очень интересно. Ну, и я сам с нетерпением жду вебинар 8 числа Елены Локтевой. «Дополненная реальность в учебных материалах». Елена живет в Минске. Это одно из таких легендарных лиц в дистанционном обучении, в электронном обучении, человек с огромным авторитетом в этой области. Поэтому я всех вас приглашаю. Да, да и тема очень интересная. «Дополненная реальность» – это то, что сейчас с большим… внедряется то, что мы ждем внедрения в обучение, и ждем каких-то результатов от этого. Это очень интересная новая область. И я думаю, что это будет суперинтересный вебинар. Так, для всех, кто у меня задал вопрос по поводу непришедшего вебинара, зайдите, пожалуйста, во вкладку «Вопросы». Там я ответил, что в этом случае делать, куда смотреть и куда писать, в случае, если ничего не получилось и ничего до вас не дошло. Здесь третий раз уже повторять не буду, потому что уже два раза это все распечатал. Ну что ж, а теперь я передаю слово нашему сегодняшнему спикеру, Татьяне Телегиной, и попрошу провести сегодняшний вебинар. Татьяна, прошу. Татьяна Юрьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Начинаю, да, как сказали, женскую неделю. Вот выпала честь открывать мне. Коллеги, давайте по традиции начнем с того, что проверим технические вещи, наши настройки. Поставьте плюсики, пожалуйста. Да, уже можно не говорить. Здравствуйте, Галина Борисовна. Да, вот вижу знакомые лица. Вячеслав Александрович, Надежда Клееносова, Наталья Чеклина, Татьяна Геннадьевна. Очень рада видеть. Спасибо. Отлично. Значит, коллеги, напоминаю, презентацию скачать можно. Вверху, кто забыл или первый раз сегодня у нас на вебинаре, на вебинаре вообще, значит, наверху в панели инструментов находим папочку, знак папочки открываем и скачиваем дискетку. Только щелкайте не по ссылке, а по самой дискетке, да, для того, чтобы ее скачать себе. Значит, Виктория Анатольевна, попробуйте у себя увеличить громкость. Если очень... Давайте я тоже попробую сейчас. Два человека сказали, что тихо. Попробую немножко увеличить, но слишком сильно делать не буду. Спасибо. А, ресурсов нет. Какое несчастье сейчас будет. Оп. Волшебство, она появилась. Появилась, коллеги? Появилась, вот. Чудеса техники. Один клик мыши и папочка появилась. Целая папочка с презентацией. Итак, мы сегодня с вами продолжаем. Отлично. Мы, да, если что-то не получается со скачиванием и... Или не удалось, пожалуйста, приходите в нашу группу. У нас на Фейсбуке есть группа. Я могу материалы и туда повторить, продублировать, выложить. А тут тоже можно будет забрать. Ну и какие-то дополнительные вещи я там тоже буду размещать. И можно будет задавать вопросы. Если после вебинара они останутся, а когда начинаем работать, обязательно появляются какие-то дополнительные вопросы. Их тоже можно и нужно спрашивать там. Не сидеть в ожидании. Итак, мы продолжаем сегодня с вами нашу тему ВКР. Павел Юрьевич сегодня так разрекламировал очень много интересных, действительно интересных вебинаров, которые предстоят. Но мы так немножечко возвращаемся с небес на землю, да, к нашим выпускным квалификационным работам. Ну и для оформления курсовых эти материалы тоже подходят. И занимаемся немножко таким рутинным делом, оформлением. И сегодня мы поговорим об оформлении ссылок и списка источников. Вот это один из самых, наверное, трудоемких моментов. Я имею в виду формальное оформление работы, не содержательную часть, поиск информации и, собственно, само написание. А именно такая вот техническая работа. Она нудная, она неинтересная, она скучная, но занимает очень много времени и сил. И у студентов, и потом у научных руководителей по 40 раз говорить одно и то же. Исправьте, сделайте, переделайте. И, как всегда, если это делается в самый последний момент, то это силы, время, нервы. Что-то слетает, не работает и так далее. И сегодня мы поговорим о тех способах, которые могут помочь нам справиться с этими трудностями. И то, что будет полезно в первую очередь для студентов, ну и научным руководителям для того, чтобы дать правильные рекомендации. Для библиотекарей, для преподавателей, которые пишут методические рекомендации по оформлению работ. Ну, вот какие-то вещи, которые можно включать в эти методички уже заранее. Я сегодня вам и покажу. Вот сегодня про них и поговорим. И сегодня мы разбираемся с оформлением списка источников и ссылок. И здесь нам, как всегда, начиная с прошлого вебинара, мы об этом говорили, поможет стилевое форматирование. Ну, на прошлом занятии, хотела сказать, на прошлом вебинаре мы с вами говорили об отличии прямого или ручного форматирования и стилевого. Прямое и ручное – это то, что мы обычно делаем, исправляя элементы прямо в тексте вручную. Стилевое – это настройка стилей, это такой набор элементов форматирования, который позволяет нам в один клик мыши делать несколько операций. Ольга Викторовна, да, спасибо. Ольга Викторовна пишет, на планшете нет возможности что-то скачать. Маленькое отступление. Сегодня мы посмотрим еще и рабочий стол. Я вам кое-что покажу на рабочем столе, как оно работает. С планшетов, смартфонов может быть не открываться рабочий стол, тогда ничего страшного, просто слушаем, запись придет, можно будет посмотреть, это у вас останется. И да, возможно, нет что-то скачать, тогда, Ольга Викторовна, просто заходите в нашу группу на Фейсбуке, попросите, я туда выложу. И, может быть, даже сегодня после вебинара, презентацию еще раз туда повторю. В конце встречи я вам ссылочку дам, поэтому не волнуйтесь, без материалов никого не оставим. И возвращаясь к нашему стилевому форматированию. Преимущество, да, это требует инвестиции времени. Настройка стилей перед началом работы. Это как раз то, о чем мы говорили на прошлом вебинаре. Сначала настройте, пожалуйста, настройте стили и спокойно себе пишите работу, не задумываясь каждый раз над каждым абзацем. А если мы говорим о списке источников, так над каждым библиографическим описанием. Подбирать стили, выставлять размеры и прочие вот эти вещи. Нам не придется это уже делать. Соответственно, преимущества мы всеми вот этими благами цивилизации, благами преимуществ стилевого форматирования с вами будем пользоваться. Во-первых, здесь еще одно можно дописать. Это экономия не только времени, но и сил, нервов и научного руководителя, и дипломника, или курсанта, пишущего курсовую работу. И мы получаем очень качественное оформление. Из четырех стилей форматирования, о которых мы в прошлый раз упоминали и говорили, для оформления списков источников и ссылок нам подойдет в основном два. Это форматирование абзацев и списков. Вот то, с чем мы имеем дело. Но прежде чем мы перейдем и посмотрим, как оно работает и как его настроить, как настроить эти стили, про оформление списков источников. В разных методических рекомендациях разных вузов разная группировка и, соответственно, разная структура может быть из списка источников. Но нет у нас пока еще единого государственного стандарта, не знаю, к счастью или к несчастью, по оформлению курсовых и дипломных работ. Соответственно, и оформление из списка источников части библиографических описаний может отличаться, и части группировки, и структуры. Поэтому здесь превалирование законов местных над общими. Смотрим методичку. Это я говорила, говорю и буду говорить. Если нет методички, если нет каких-то письменных рекомендаций по оформлению дипломных работ, значит, их нужно разработать. Какие-то подсказки я вам даю в наших вебинарах, этим тоже можно пользоваться. Но в первую очередь смотрим на наши методички. Чаще всего используются вот такие виды группировки, и из них в студенческих выпускных работах, квалификационных и в курсовых, чаще всего используется такой комплекс сочетания двух видов группировки, алфавитные по видам изданий. Ну, алфавитное понятно в порядке, алфавитов, фамилии, авторов, если нет, то название, единый список и все. По видам изданий очень часто добавляют, это действительно удобно, мы сразу видим, какое количество, не только количество источников, но и качество, что в основном, чем пользовался студент. Электронными ресурсами страницы веб-сайтов, или электронные ресурсы статьи из электронных журналов, или же научная литература. Ну, разница есть. Или у него там больше половины учебников. Обычно сборники... Вот, вот, Евгений Юрьевнов, то, о чем я и говорю. Сначала идет деление по видам изданий, а потом уже внутри этой группы идет деление по алфавиту. Ну, чаще всего принято такая структура. Будет ли в вашем списке источников отдельно выделены разделы с названиями видов источников, а потом уже внутри по алфавиту, или не будет, просто делается отступ, или идет просто сплошный текст. Везде по-разному. Вот у меня студенты, когда писали, мы выделяли отдельные разделы. Прямо шло название, подзаголовок, научная литература, и дальше пошел внутри по алфавиту. Потом подзаголовок, там, статьи, да, периодически, из периодических изданий пошел список. Это удобно при защите курсовой или дипломной работы. Комиссия сразу открывает список источников, сразу понятно, сколько чего, в каком объеме было использовано. По структуре чаще всего применяется вот такое расположение материалов. То есть сначала идут законодательные акты. Сюда же можно отнести законодательная, нормативная документация, какие-то инструкции, правила, ГОСТы. Их иногда относят сюда, иногда выделяется отдельный блок справочной литературы. Кстати, вот справочная литература, ее либо куда-то вставляют в научную учебную литературу, либо, если позволяется, в некоторых вузах, кстати, не позволяется пользоваться справочниками и словарями, в некоторых наоборот, без этого вообще никак не обойтись. И иногда выделяют, если их скапливается достаточно много, выделяют отдельный вид, можно добавить. Это не единственно верный список, это список, который можно дополнять и трансформировать под свою специфику направлений подготовки и дисциплины. Научная литература. Здесь все понятно. Книги, монографии, учебные издания тоже. Методички, методические пособия, методические рекомендации, как вид источников, иногда добавляют в учебные издания, тогда записывают, и третьим пунктом. Либо выделяют отдельным блоком после учебных изданий, идет отдельным блоком методические рекомендации. Но, опять же, это зависит от специфики. Если мы работаем с этим материалом, и у нас в основном идет оценка и использование в своей работе методических пособий, то тогда, конечно, их лучше выделить. Статьи из периодических продолжающихся изданий и сборников, они идут в таком порядке, чаще всего внутри их указывают. Один из самых больших разделов в списке источников. Сначала периодические, потом сборники. Иногда просто делают по алфавиту, не разделяя их. Опять же, зависит от количества источников. Ну и завершает этот торжественный список электронные ресурсы, чаще всего удаленного доступа, локального уже скорее по традиции пишем. Флешку никто явно указывать не будет, а дискеты и диски уже редко когда применяются. По поводу аудиовизуальных материалов очень-очень редкие случаи, практически мне, например, не встречалось. Но если вдруг попадется и если вдруг будет, мы знаем, куда его вставить, что его нужно выделять, даже если несколько всего источников, лучше всего выделять в отдельный вид. Так, у нас здесь указывают электронные издания, электронные библиотечные системы. Ага, ага. Ну это электронные ресурсы удаленного доступа. Все, что мы получаем через интернет, если это все, что это не дискетки, да, то тогда. Наталья Николаевна, отвечу на ваш вопрос. Мы сейчас до этого ближе к концу доберемся. Я вам покажу несколько. Я поняла ваш вопрос про текст электронные ресурсы. Евгения Юрьевна, да, спрашивает про указание слова «текст» или электронные издания. Обязательно ли это сейчас? Ну сейчас до этого дойдем. Я вам расскажу, поняла, услышала вопрос. Дискетки по-разному обозначаются. Все равно пишутся электронные ресурсы и ресурс локального доступа. Значит, по законодательным актам маленькое дополнение по вот этому первому пункту очень часто возникает вопрос, как разделять, в каком порядке указывать эти законодательные акты. Вот вам такую подсказку сюда привожу. Порядок группировки законодательных актов. Если очень много документов, они разнородные, от федеральных законов и подзаконных актов до внутренних локальных каких-то нормативных актов, то вот в таком порядке они должны располагаться внутри. Даже если не по алфавиту, порядок должен быть вот такой, по убыванию. От общего к честному, от общегосударственных законов к законам местного самоуправления и внутренним законам организации, а внутри уже по алфавиту. И по оформлению списка источников. Как применять? Наталья Александровна, по законодательным актам, да, есть такие рекомендации, классификации, они существуют. Ну и естественная логика. По структуре, если вопрос касался самой структуры списка источников, то здесь по логике, но это уже такое, скажем, негласное, наверное, правило, установленное, которое уже применяется, пользуется. Вот, Лариса Александровна, учебники, учебные пособия, печатные в одном разделе, а учебники из ЭБС в другом. Значит, смотрите, если учебник имеет печатную версию, мы вставляем учебные пособия в раздел учебники, но указываем его библиографическое описание, пишем в конце режим доступа, да, я вам покажу в конце библиографическое описание печатного издания, имеющего электронную версию, или наоборот, электронного издания, имеющего печатную версию. Поэтому здесь это внутреннее решение, куда вы будете вставлять этот, как поступать с этими источниками, а их достаточно много. Если имеется печатная версия, мы, например, делали так, если имеется печатная версия, то указывали ее в раздел учебники, а в конце просто дописывал, что режим доступа вот такой. То есть вы и печатную версию можете открыть и почитать, и можете осуществить доступ к этому учебнику из электронной библиотечной системы. В электронные ресурсы мы записывали исключительно ресурсы удаленного доступа, то, что существует среди интернет. Тогда вот такой порядок, он более всего выстраивается, более точное представление дает о характере литературы, которой пользовались. Потому что это все-таки носитель. Монография, она и есть монография, книга, она и есть книга. А вот если свободные ресурсы, да, свободные ресурсы интернет, сайты, порталы, незарегистрированные электронные издания, например, если зарегистрирована, если это статья из Киберленинки, то ее записывали не в электронные ресурсы, ее записывали в раздел периодических изданий, потому что она имеет печатную версию. А в электронные ресурсы мы записывали только то, что существует в виде страниц сайтов, либо страницы, но размещенной в среде интернета, и печатной версии не имеет. То есть это решение, внутреннее решение ВУЗа, либо кафедры, когда пишут методические рекомендации, вот этот вопрос, очень хорошо, что его подняли, на самом деле такой сложный вопрос, для студентов в первую очередь, для научных руководителей тоже. Куда отнести эти издания? Да, здесь надо принимать общее решение, опять же, в разных ВУЗах по-разному, где-то везде, что имеет слово волшебный режим доступа и адресную строку, это все в электронные ресурсы. Но вот здесь нужно принять решение, к чему это относится. Ну и потом, смотрите, в наших же рабочих программах дисциплины, когда мы их пишем, указывая учебные пособия, основная литература, дополнительная литература, а потом у нас еще идет интернет-ресурсы, которыми мы пользуемся, мы же пишем учебники, которые мы рекомендуем нашим студентам в раздел учебной литературы, основной и дополнительной, а не в раздел электронных ресурсов и интернет-источников. Ну, поэтому здесь можно, можно, исходя из этой логики, поступать. И по оформлению списка источников. Как это можно сделать быстро с помощью стилевого форматирования? Кстати, потом оно нам помогает, когда нужно наводить порядок в 40-45 источниках, а то и выше. Вот справиться с этой задачей и не править каждый источник в отдельности. Вкладка «Главная». Сложная здесь, единственное, что только настройка стиля, наверное. Вкладка «Главная». В колоночке «Стили» выбираем нужный стиль, выделяем нужный фрагмент и настраиваем. Как это работает на практике? Сейчас я вам покажу. Открою трансляцию рабочего стола, появится файлик. Пожалуйста, как только появится, поставьте, пожалуйста, пличку в чат, что видим рабочий стол. Так, вот. У нас пошел файлик. Сейчас я загляну. Ага, отлично. Спасибо. Значит, вот наша дипломная работа. Мы занимаемся ее. Наводим порядок. И здесь у нас обычный стиль стоит, которым мы набираем текст. Здесь же заголовки, из которых мы потом формируем. Автособираемое содержание. И вот наш список источников, с которым нам нужно поработать. Мы хотим его привести в нормальный вид. Если у нас стиль уже настроен, то проблем у нас вообще не возникает. Мы выбираем нужные источники. Если вообще весь список, вспоминаем волшебная клавиша, ставим курсор в начало, уходим в конец нашего списка, но уходим. Вот так. Где у нас здесь стоит курсор? Вот он снялся. Уходим, скроллим до конца. И вот я делаю ошибку, я не нажимаю клавишу shift. Вот, все. С нажатой клавишей shift ставим второй раз курсор. И вот наш весь список, он выделен одним фрагментом. Теперь я выбираю отзад списка. И все. Вот. У меня весь мой список, он выстроен, отформатирован именно так, как должен. Как настроен этот стиль. То есть одним махом я навожу порядок во всем этом многообразии. Значит, и смотрите сразу, что у нас вылезло. Список расставляется автоматически. Вот пошли двойные циферки. Откуда это взялось? А потому что студентка делала список, расставляя нумерацию вручную. Теперь вот это вот все ей придется удалять. Поэтому, когда начинаем формировать список источников, в самом начале, в процессе работы его уже лучше начать формировать. Можно без нумерации, в прямом, в простом порядке, по методу АКИНа, что вижу, о том, пою. Поработали с источником, сразу составьте библиографическое описание, запишите, внесите его в список источников. Сделали ссылку на источник, оформили ссылку на источник, тут же запишите ее в общий список источников. Тогда вы не потеряете ссылки, тогда вы точно будете. Студенты у меня очень часто идут от ссылок, на что ссылаюсь, указываю источник заимствования прямого или косвенного, тут же его вставляю в список источников. Тогда у нас в список не попадают те книги, на которые нет ссылок в самом тексте работы. И тогда мы сокращаем себе еще одну. Лишние действия убираем, перепроверить, а на все ли источники из списка есть ссылки в тексте работы. Если идти от ссылок, такого уже не возникает. То есть лишние действия мы уже убираем. И можно записывать даже не по алфавиту, не мучиться с этим. Потом через группировку, группировкой выделяем также весь текст и расставляем в порядке алфавита. Он уже сам автоматически все эти наши источники расставит. Если у нас идет разделение по видам изданий внутри по алфавиту, тогда придется внутри по каждого вида издания вот такую нехитрую операцию сделать. Но все-таки три клика мыши – это не блуждание по тексту. Так, у нас здесь были вопросы. Двойные номера. Вот я вам уже сказала, откуда они берутся. Если список задать скрытой таблицей, зачем? Попробуйте, не знаю. Не знаю зачем, но, наверное, можно. Так, про ссылки сейчас дойдем и скажу. Вот таким образом мы очень быстро можем навести порядок и создать стиль, нужный стиль форматирования для нашего списка источников, опять же, исходя из тех требований, которые изложены в наших методических рекомендациях. Вот у меня для этого существует вот такой вот стиль, который называется «Абзац списка». Как его настроить? Откуда вообще это берется? Само по себе, по умолчанию, те стили, которые есть вот здесь в списке стилей, они могут не соответствовать нашим требованиям. То есть можно подобрать отсюда подходящий, их здесь достаточно много. Да, вот отсюда посмотреть, выбрать и применять. Но иногда они не совпадают. Тогда мы выбираем, вот я выбираю абзац стиля, я его настраивала сама, и это легко можно сделать. Выбираем название стиля, который мы хотим применить для нашего списка источников, уходим в изменения и изменяем его уже здесь. Вот здесь у меня стоял и 12-й шрифт, в калибре, по-моему, другой совершенно шрифт, размер другой был. Я его меняю. Вот эти изменения можно внести здесь. Я могу поставить полуторный пробел. Или оставить одинарный. Могу поменять и выравненную. То есть все, что хотите, как вы хотите, чтобы выглядел ваш элемент в этом списке, вы настраиваете. Если вот эти две галочки добавляйте, добавить в коллекцию стилей и обновить автоматически, и вот здесь выбираете флажочек, либо он в новых документах тоже будет использоваться, либо он нам нужен только для этого документа. Тогда в остальных, если вы открываете другие файлы, у вас этого стиля не будет, либо он будет настроен по умолчанию. Ну и дополнительные настройки, такие как абзацы, отступы. Это можно делать вот здесь по кнопочке формат, форматирование. Вот здесь мы можем сделать отступ, убрать выступ. И расстояние между отдельными элементами в нашем списке источников. Ставьте интервал, снимайте галочку, все, он уже автоматически у вас будет оставлять нужное место. Все, наш список настроен, и мы им спокойно можем пользоваться. Есть еще такая хитрая вещь. Если мы выбираем и настраиваем, то точно так же можно настроить стиль для оформления ссылок. Но выбирая вот здесь стиль, настраивая, добавляем в коллекцию стилей, вы можете столкнуться с такой неприятной вещью, что когда нужно форматировать, поэтому проверяйте это сразу, вы уходите вот сюда, а здесь этого стиля может не быть. Поэтому, когда настроили стиль, сохранили, проверьте вот здесь управление стилями. Рекомендации. Вот он, наш стиль, который мы сейчас с вами настраивали. Вот здесь, видите, написано автообновление, оно включено, да, и все элементы, которые мы выделяем и применяем, этот стиль, это все будет. И любые изменения, которые мы в этот стиль вносим, они автоматически будут срабатывать для текстов, уже записанных этим стилем. А вот заголовок оглавления, видите, у нас стоит «Скрыть до использования». Вот стиль, который вы настраиваете, он может иметь такое же обозначение, либо скрытый, либо всегда скрытый, либо скрытый до использования. Поэтому вот здесь, в нашей табличке волшебной, мы его не увидим. Ставим здесь «Разрешить». Уходим сюда. В рекомендациях, вот видите, три кнопочки, нажимаем «Показать». Скрытый исчезает, и он добавляется в нашу коллекцию. Все, теперь он будет видимым, и мы будем иметь к нему доступ. Это делается через управление стилями. Поэтому если вы здесь настроили, здесь, но не видите здесь, проверьте управление стилями и сделайте его видимым. Ага, по поводу ошибок, ну конечно. Студенческая работа, как же без ошибок-то, вы что? Хорошо, что мы их видим. Это по настройке списка источников. Точно так же можно настроить и оформление наших ссылок. Да, это же нормальная студенческая работа, как же там может быть без ошибок, вы что? Где же мы это видели, да? Конечно, все это еще будем дорабатывать. Вот, например, у нас есть требование, чтобы наши ссылки были 12-м шрифтом. У нас где-то проскочил 10-й шрифт. Надо это все поменять. Можно применять нашу метелочку «Формат по образцу». Если у вас есть правильный образец «Оформленные ссылки», допомним и подводим к нему, ставим курсор «Форматирование» и выделяем нужный кусочек, он нам сделает форматирование по образцу. Можно изначально настроить стиль, и тогда мы все наши ссылки сразу этим стилем можем набирать. Так, где он? Так, вот он, текст сносок. У меня курсор на другом месте стоит. Хорошо. Выделяю фрагмент, выбираю текст сносок. Все, он мне сделал, отформатировал так, как нужно. Текст сносок также настраивается по требованиям через стили. Точно таким же образом. Но два раза по нему щелкать не надо. Проверяйте, если вы сомневаетесь, тем ли стилем набрана ссылка. Просто подведите, поставьте курсор, посмотрите, если квадратик сгорается, все, мы ее не трогаем. Если вы второй раз нажмете, еще раз повторно примените этот стиль, вот эти наши значки сносок могут измениться. Поэтому два раза одну и ту же работу не делаем. Вот здесь попробуем. Вот видите, выделяю фрагмент, да, текст сносок. Вот автоматически у меня все сноски, они изменились и нужным стилем оформлены. Итак, возвращаясь к нашему оформлению. По библиографическому описанию, да, мы, Оксана Геннадьевна, совершенно верно, мы сейчас говорим о редактировании списка и ссылок оформления и редактирования, форматирования, да, более технические вещи. По структуре списка мы с вами уже прошлись, посмотрели. О правильном библиографическом описании у нас будут отдельные вебинары по библиографическим описаниям, составлению библиографических описаний в списках источников и оформлении ссылок. Поэтому к ним мы более подробно вернемся там. Я специально от этого ушла, чтобы мы немножко отошли от библиографических описаний. Значит, по вопросам сейчас пройдемся. Да, и не забывайте, пожалуйста, при нашем оформлении проверять, чтобы были убраны гиперссылки на электронные источники. Очень часто это проскакивает в ссылках и в списке источников. Иногда студенты делают хитрую вещь, они просто убирают подчеркивания и меняют цвет шрифта, но гиперссылка все равно остается, поэтому правой клавишей мыши обязательно убираем этот элемент. Ох ты, батюшки. По вопросам сейчас немножко пройдусь. В тексте, Эльмир Мансурович, в тексте по тексту 5 страниц детализованные списки сейчас применяются. Смотря где, в курсовых, дипломных работах, Эльмир Мансурович, в принципе, применяется, но если мы говорим о студенческих работах, выпускных и дипломах, и курсовых, чаще всего применяются подстрочные ссылки. То есть идут подстрочные ссылки. Внутритекстовые и затекстовые, как правило, не применяются. В диссертационных исследованиях, да, Марк формирует... Ага, Евгения Юрьевна, поняла. Марк формирует список литературы таблицы, и вы можете его скопировать текстом в свою работу. Да, как это делается, как текст таблицы вставляется прямым текстом, это мы на прошлом вебинаре с вами смотрели, есть такая хитрость, да, с одного клика мыши. Библиография и список использованной литературы оформляются по-разному. Да, было у нас еще и позже такой вопрос, путаница ужасная. Ссылки у нас оформляются по ГОСТу 2008, а список источников по ГОСТу 2003. Но я вот сейчас смотрю, за последние два года в методических рекомендациях некоторые вузы отходят от этой практики и переходят на единое оформление по одному ГОСТу, по ГОСТу 2008. Попадались мне такие методические, изданные методички, нескольких вузов. Да, действительно, уходит от этой путаницы. Почему происходит путаница? Это смотря как мы будем рассматривать список использованной литературы в конце дипломной работы. Если, посмотрите, когда мы сдаем статьи в издание, да, там тоже идет требование оформления списка источников и в основном по ГОСТу 2008, либо другому стилю оформления ссылок, который используется в данном издании. Или мы рассматриваем список источников как такую прикниженную, пристательную библиографию, но чаще всего она рассматривается как отдельный элемент научно-вспомогательного аппарата работы, и поэтому используется ГОСТ 2008. Ну вот по правилам, да, 2008 для ссылок-сносок и 2003 идет для списка источников. Но вот некоторые вузы сейчас, я видела, переходят на единое оформление и там, и там, чтобы вот эту путаницу избежать. Да, Наталья Александровна совершенно права. Для списка используется 2003. Оксана Геннадьевна. Да, о библиографическом оформлении мы будем говорить. На следующих вебинарах у нас будет информация по составлению библиографических описаний, и там мы об этом будем говорить. Для полного библиографического списка... Да, Наталья Николаевна, это мы уже сейчас с вами об этом говорили. Подстрочные ссылки отличаются от списка. Наталья Александровна, а вот это то, что еще требует доработки в дипломной работе. Спасибо, что заметили. Должны отличаться. Да, должны отличаться. Есть нюансы точки, две точки, пробелы. Слышать для студентов, не стали актуальны. Ну, для студентов это тоже актуально. Да, для аспирантов. Да. Да, все эти нюансы. Вот эти нюансы, Евгения Юрьевна, это то, что вы назвали нюансами, это знаки, предписанные пунктуации, библиографические знаки. И я вам покажу на следующем вебинаре, чем они отличаются, что это такое, зачем это нужно. Евгения Юрьевна, можно ли таблицы, нельзя ли в таблице? Главное, знаете, чтобы это не выходило за рамки инструкций, требований к оформлению изложенных методических рекомендаций. Если все нормально, делайте так, как вам удобно. Чтобы при переводе таблицы в текст все прилеплялось, Евгения Юрьевна, туда, куда нужно, используйте вот тот прием, который я вам показывала, правой клавишей мыши вставляем через параметры вставки «Вставить как текст», данные из таблицы копируете, а вставляете как вставка текста правой клавишей мыши, у вас вылезают параметры вставки, вот выбираете «Вставить как текст», выбираете место, куда вы это будете вставлять и настраиваете стиль, тогда у вас ничего никуда не будет отлепляться, все будет прилепляться, куда нужно. Если изменились обратно, как вернуть? Ирина Гервина не поняла, кого куда вернуть. Наверное, отменой. Наверное, кнопочка «Отмена». Документ с утверждением. А, Наталья Анатольевна, хороший вопрос про утверждение. Утверждение вносится в библиографическое описание. Если у вас есть еще какие-то данные по этому документу исходные, а пришлите их нам, пожалуйста, я прямо возьму это как пример. И на следующем вебинаре я вам прямо покажу, как это делается и где это можно посмотреть. Также, как утверждены протоколом, да, еще количество страниц, утверждения, когда были изданы, если были изданы. Когда будет такой вебинар, Наталья Николаевна, смотрите по расписанию наших вебинаров. Или следующий, или через один. Значит, для электронных источников, Наталья Анатольевна, указывается режим доступа, причем там тоже есть, сейчас я вам покажу, китрость, да. Для ссылок по одному указывается, для источников списка источников по другому. Какая разница в ссылках и списках по содержанию? Разное количество элементов и разное указание авторов. В списке источников мы сокращаем, в ссылках нет. И в ссылках мы можем указывать, если у нас идет 2-3 автора, они указываются в авторстве. А вот в ссылках, в списке источников только один первый автор, по фамилии первого автора, остальное уходит в сведения об ответственности. Зачем убирать гиперссылки? Можно просто цвет и шрифт поменять. При наличии удобно проверить. Во время работы, да, но вот было несколько, мне попадалось тоже методических рекомендаций, во-первых, чтобы гиперссылки были убраны из того текста, который идет на распечатку. Поэтому выбирать, да. В кандидатских диссертациях детализированные списки. Это надо посмотреть, Эльмир Вансурович. Ну, как, смотря на что вы ссылаете, смотря какие источники вы приводите и какой текст заимствования вы приводите в работе. Используются зарубежные источники. Там же другое. Да, про оформление зарубежных источников на следующем вебинаре. Вот как раз и будем говорить уже о содержательной части. Сегодня мы больше про форматирование. Вот там я вам тоже это покажу. Да, там используется немного другое оформление. В списке источников источники на иностранных языках идут послерусскоязычные. Если изменилось после двойного клика. А, Ирина Георгиевна, конечно, можно. Кнопочка отмены волшебная. И возвращаемся обратно. Зачем нужны ссылки, если они равны списку? Значит, что... Если по оформлению, то они отличаются. Если по вопросу, все ли источники, которые включены в список, должны быть процитированы в тексте работы. Наталья Александровна, есть такое требование. Хотя бы один раз, хотя бы одна ссылка на тот источник, который вы приводите в списке, должна быть. На один и тот же источник вы в тексте своей работы можете ссылаться неоднократно. Но в списке источников он будет, естественно, один. Поэтому есть такое требование. Обязательно должны быть хотя бы один раз процитированы. Я прочитал 158 книг. Из них только на 5 даю ссылки в тексте своей работы. А остальное... Ну, я же это прочитал. Ну, хорошо прочитал. Ну, детективы ты тоже прочитал. Шопенгауэра прочитал. Но в текст же своей работы ты его не включаешь. Где... Вот зачем ты это все читал? А где оно в твоей работе? Если это породило какие-то твои мысли, новые выводы, какие-то новые положения, так и замечательно. Пожалуйста, но ты в тексте работы своей все равно это укажи. Это будет кокосинное заимствование. Поставь ссылки. А какие работы, каких авторов породили у тебя такие мысли? А на основании чего ты сделал такой вывод? У нас же есть прямое цитирование. Есть кокосинное. Вот я прочитал книгу Шопенгауэра, и вот там такая-то мысль породила... У меня такую цепочку рассуждений и привело вот к такому выводу. И вот на это прочитал вот такую книгу Шопенгауэра, мы все равно ставим ссылку с носком и вставляем ее в список источников. Тогда да, тогда... Тогда имеет место быть. А если этого нет, а в списке источников эта книга есть, но она никак в тексте, с текстом не связана, то это считается как ошибка. Да, и хоть 10 раз упоминай в тексте. Есть такое, ну, правило есть правило. Есть еще один список, иногда делают исследовательская база. Это когда сами источники являются базой, объектом или предметом нашего исследования. Например, мы проводим исследования различий в общении, в сетевом общении среди молодежных субкультур на примерах социальных сетей или на примерах каких-то анализ каких-то сайтов. Вот тогда вот эти сайты, статьи, материал, страницы с этих сайтов, они приводятся не в список использованных источников и литературы, а если они являются объектом или предметом исследования, они выводятся в отдельный список. И вот туда их уже можно включать. Если не связано с текстом, источник не указывают. Но подстрочная ссылка дается на какое-то упоминание данного источника в тексте, тогда мы выводим его в подстрочную ссылку, и включаем список источников. Если вообще никак, то никак не связано. Тогда нет, тогда не включается. Если ссылаюсь на научные статьи в Аковском журнале. Хорошо, тогда оформляем их как статьи из периодических журналов. Список источников включается один раз. Ага, значит, смотрите, Наталья Александровна, один раз под конкретным номером этот номер всегда и указывается в отсылке, если мы говорим о затекстовых ссылках. Если мы оформляем как затекстовую ссылку, то да. Если мы оформляем, а в студии, это для диссертационных скорее работ, для студенческих дипломных и курсовых мы используем подстрочную ссылку, и там они идут в порядке, да, в общем порядке по всему документу. Порядковый номер присваивается, поэтому у вас может быть 450 ссылок, чего, конечно, нежелательно. На где-то 5-7 ссылок на страничку максимум должно быть. И один тот же источник, он у вас будет под разными номерами повторяться. Детализированные ссылки это не для студентов, скорее для аспирантов использовать подстрочные ссылки. А, как же, показать какие места мы заимствовали для того, чтобы потом при проверке на антиплагиат можно было выявить. Значит, по списку источников еще один момент, который у нас висит уже тут на слайде, мы немножко ушли в такую дискуссию из чата, да, ну, хорошо пообщались. Значит, есть такая вещь, которая пробует пользоваться автоматически формирование списка источников. Вот результат, который выводит список с помощью вот этого автоматизированного формирователя списка источников. Вот что он выдает. Он не заточен, хотя там написано ГОС-2003, под ГОС-2003 он не заточен практически абсолютно. Поэтому им пользоваться лучше, лучше писать вручную, лучше самостоятельно составить описание. По крайней мере, это первое. Второе, научиться видеть ошибки в описаниях, либо несоответствие тем требованиям и образцам, которые есть в методических рекомендациях, для того, чтобы форматировать те списки, проверить, правильно ли они составлены, которые мы заимствуем из уже готовых ресурсов. А это есть в электронных библиотечных системах. Очень часто можно скопировать библиографическое описание книги. В Киберленинге можно скопировать ссылку на цитату и список источников библиографическое описание вставить. Но его приходится всегда подправлять под те образцы, которые есть в методических рекомендациях именно данного конкретного вуза. Потому что где-то принято и требуется расширенное описание, библиографическое описание у нас же трех видов могут быть, полное, расширенное, краткое. Где-то требуется полное, где-то расширенное, где-то достаточно привести краткое. Поэтому все эти моменты, естественно, учесть невозможно. Поэтому в электронных библиотеках, в той же Киберленинге, в других ресурсах, там как бы дается единое библиографическое описание, которое потом приходится подправлять. Второго курса, всю литературу, по заданной теме, тогда приводит список литературы и осваивает. Да, да, и тогда, совершенно верно, приходится осваивать ГОС-2003, да, хотя бы основы основ, на что обращать внимание, понимать, почему здесь стоит пробел или не стоит пробел. Вообще ГОСТов, и да, на втором курсе, и у нас на втором курсе, начиная с первого курса уже студентам, даем основу библиографического описания, потому что без этого просто никуда. Наталья Николаевна, так, да, зачем нужно студентам что? Оформление по разным ГОСТам? Вопрос согласно риторически. Умение оформлять заимствования – это соблюдение авторского права. Это привычка к соблюдению авторского права, чтобы потом, не взяв чужой контент, мы не пошли со своим авторским, якобы, курсом. Это все-таки научная честность и академическая честность, да, ближе сюда. Если уж взял чужое, скажи честно, у каждого автора есть свои права. ГОСТов действительно много, есть 2003-2008, которым чаще всего пользуются, 2011-й для рефератов, и есть отдельный ГОСТ-2001 для описания электронных ресурсов, на мой взгляд, абсолютно безнадежно устаревший, потому что больше половины тех ресурсов в электронных, с которых мы сталкиваемся, в этом ГОСТе просто нет, просто отсутствует. Можно соблюдать и списком. Я прочитал, но вот этот кусочек мой, да. Нет, все-таки, все-таки, Наталья Александровна, ссылками обязательно ссылки даем. В текстах работ, именно в текстах. А вот нужно ли в одной работе использовать два ГОСТа, список по 2003-му, а ссылки по 2008-му? Это вопрос, это уже, я уже сказала, многие ГОСы переходят на то, чтобы использовать какой-то один ГОСТ. Кто-то берет 2003-й, но ссылки по нему не оформляются. А вот по 2008-му очень даже вполне, тем более, что в издательствах так и делают, когда мы сами же свои статьи сдаем, там чаще всего используется только один какой-то ГОСТ, либо, если это зарубежное издание, какой-то один стиль оформления, либо гарвардский, либо EPA, но, как правило, только одно требование. Есть отсылка на... да, но вот отсылка-то есть, отсылка-то есть. Опять же, если вы в УЗИ примите решение оформлять ссылки отсылкой, выводом за текстовую ссылку с указанием на список источников, конечно, это будет с хранением авторского права. Неважно, в каком виде стоит ссылка, внутри текстовая, за текстовая, подстрочная. Конечно, если это есть, и если указывается на фрагмент заимствования, то, конечно, это соблюдается. Так, существует разнообразие. Вот, и по... Промахиваюсь мимо чата почему-то мышкой, да. Мы все равно... Николай Васильевич, да. Да, пока есть разнообразие, нам приходится их исследовать, да, их... с ними знакомиться, их применять. Значит, по... Самый больной вопрос – это электронные ресурсы. Ася Львовна, актуально, пока изменений не было. Может ли отсылка не... Наталья Николаевна, значит, может ли отсылка отсылать не к ссылке, а сразу к полным библиографическому описанию? Вот то, что приводится в квадратных скобочках, поняла на следующем вебинаре, подробно остановимся на видах ссылок. Это и есть затекстовая ссылка. Там, где указывается номер по порядку в списке источников, иногда указывают название, да, номера страниц, или страница, с которой взята эта ссылка, все это заключается в квадратной скобочке, то, что вы называете отсылкой, да, это идет как затекстовая ссылка, и она считается как ссылка. То есть дополнительно еще какую-то ссылку вводить в текст не нужно. Она уже и есть. А вот с электронными ресурсами очень большая беда на самом деле. С описаниями электронных ресурсов, с ними мы чаще всего сталкиваемся, наши студенты, а вот примеров даже в ГОСТах, вот я специально пересмотрела все ГОСТы, которые есть 2001 по 2011, вот сколько примеров нашлось. Да, в 2003 только один пример описания CD-диска, и то локального доступа. И больше всего было около 20. Мне попалось в ГОСТ 2008 оформление ссылок. И в 2001 сетевых было всего 2. И при этом у нас количество веб-страни, материалов заимствованных сайтов, с порталов, с веб-страниц увеличивается с каждым годом, даже с каждым месяцем бешенными темпами. И как это все описать? Вот здесь тоже самое главное не выходить за рамки ГОСТа, соблюдать указанные правила, правила предписанной пунктуации, а вот количество элементов в разных ВУЗах, опять же, может быть использовано по-разному, потому что ГОСТ, он хоть и закон, но все-таки носит рекомендательный характер. Поэтому вот был тоже вопрос, должно ли соответствовать полностью ГОСТу. Если ВУЗ принимает решение, что мы будем указывать в списке, приводить краткое библиографическое описание, то мы будем приводить краткое библиографическое описание. Мы будем удалять все лишние элементы. Даже в отношении основных элементов библиографического описания иногда ВУЗа опускают и СБН, например. Вот дописали до физической характеристики, и все остальные элементы мы не берем. Правильно, неправильно, но сокращают работу и студентам, и нашим научным руководителям. Расширенный метод... Ой, отлично, Екатерина Анатольевна. Будем надеяться, что дадут по описанию. Расширенное описание. Будем следить за новостями. И как только дадут, это будет чудесно. А пока мы стараемся составлять описание электронных ресурсов, включать их в образцы своих методических рекомендаций. И лучше всего это делать для наших студентов. Потому что здесь просто беда. Ну, например, вот несколько примеров, которые мы на основании ГОСТа попробовали сформулировать и применяем для наших студентов максимально просто. Максимально просто. Описание под заглавием без автора. Название страницы. Указываем, что это электронный ресурс. За названием мы берем за заголовок название самой страницы сайта или портала. Вот то, что указывается в квадратных скобочках. Электронный ресурс – это тип источника. Нужно ли писать, был у нас вопрос выше, текст, не текст. Для списка есть такое правило. Если у вас основная масса – это печатные издания, тогда мы не пишем… убираем. Но для электронных ресурсов оставляем, потому что их меньшинство. Если у вас в списке источников наоборот, большинство электронных ресурсов, минимум печатных изданий, тогда наоборот, электронный ресурс не пишем, а текст дописываем. Для диссертаций… Да, если другой есть… Вот это другой и пишем. Для диссертаций… Обычно пишется, обычно вставляется текст либо электронный ресурс по 11 ГОСТу. Ну и для ссылок, смотрите, при описании, вот она, режим доступа в списках есть. Да, Наталья Александровна, если есть ноты, аудиоматериалы, карты, видео, кинофото, документы, если хоть один из других типов носителей проскакивает в нашем общем массиве книг, монографий, статьи, печатных, то мы вот так же, как электронный ресурс, вот сюда записываем, ноты, карты, они должны показывать, что это совершенно другой тип источника. Запятая после фамилии автора обязательно или нет? Оксана Валерьевна, в принципе, обязательно. В некоторых вузах ее опускают, хотя по правилам описания по ГОСТу, что в ссылках, что в 2003-го в библиографических описаниях запятую ставить после фамилии автора надо отделять. По статье. Иногда с портала или сайта мы берем какую-то статью. Если она идет без автора, мы ее записываем вот так же. Если есть автор, то его вставляем. Но вот здесь мы указываем портал, откуда это взято. статья сайта со страницы портала или сайта немножко отличается от статьи в электронном издании, особенно, если это электронное издание еще имеет печатную версию. Смотрите, они похожи. Да, Наталья Александровна, может быть отделена, поэтому лучше ставить запятую. Хотя некоторые вузы для студенческих работ упрощают, убирают эту запятую, но лучше ее отделять. Разница за двойным слэшем. Здесь мы указываем название портала или сайта, здесь мы указываем данные на само издание, электронное издание за двойным слэшем. Не портал или сайт, а сам источник, первый источник этой статьи. На видео лекции, если уж используем, хотя не рекомендуется использовать ролики с ютуба, записи видео лекции, нежелательно, как-то это не принимается, особенно для диссертационных исследований, источник должен быть источником научной информации, достоверным источником, научным источником, поэтому ролики ютуба очень не приветствуются, просят удалять, но иногда бывает в студенческих работах допущение. Если видео лекция, пример, как оформить видео лекцию, здесь тоже приводим, обязательно указываем, что это видео электронный ресурс, видео приложение, это лекция шла приложением к электронному курсу, поэтому в квадратных скобочках здесь через двоеточие мы дописываем, то, что это мы сами определили, что это видео приложение, а дальше пошли краткое описание, автор, режим доступа, и дата обращения, которую, когда мы обращались к этому ресурсу, дату обращения лучше писать, она показывает, если мы сегодня зашли, а там написано, что сайт уже три года как не работает, а у нас стоит дата обращения, как будто бы вчера мы смотрели этот источник, но вопрос уже к честности того человека, который этот источник вставлял, и якобы вчера его смотрел, хотя он три года не работает, и более полное описание, откуда взято, каким элементом эта видео лекция является, какого курса, два варианта, которые можно использовать. для видео лекций. Если книга из электронной библиотеки, имеющая печатную версию, сначала даем данные на книгу, затем можно приводить режим доступа, дату обращения, хотя в списке источников не всегда ее прописывают, в ссылках прописывают дату обращения. И вот это основные наверное типы электронных источников, с которыми мы сталкиваемся, которые можно использовать в своей работе. То есть есть и печатная версия данной на видео есть, и где мы можем это в электронном виде посмотреть. Тогда мы можем дописать наш список источников к нашей выпускной работе, дописать его в учебные пособия. есть 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 в некоторых вузах вот у нас например требуют сокращать ссылки адресные до имени первого домена. То есть вот эти вот индекс, большую строчку, пишем просто biblioclub.ru и все. Насколько это правильно не знаю, потому что мы тогда не получаем доступ, выход на сам источник. И вот когда вы говорили о ссылках в списке источников, что можно не убирая гиперссылку перейти проверить, не всегда это оказывается удобным при оформлении списка источников. Это слишком большие ссылки, если там 2-3 строки занимает, это не очень хорошо. И тогда начинают пользоваться различными сокращателями ссылок. Есть такие ресурсы в интернете, но они искажают саму ссылку. Они ее сокращают, делают очень короткую, длинную ссылку можно сократить, но смотрите смотрите на вот какой момент. Сейчас я вам покажу рабочий стол. Скажите, пожалуйста, появилась ли у вас вот эта надпись кликер. отлично. Вот смотрите, один сокращатель ссылок на самом деле очень много. Серьезные укорачиватели ссылок. Хорошо, проверяем. Вот я открываю бюро адресную строку, загоняю сюда. вот посмотрите, в адресной строке, с чего она начинается. Адрес textero.ru и дальше пошла длинная строка. Я ее сокращаю. А теперь посмотрите, где у меня textero. А ее нет. Вот все ссылки будут выглядеть вот так. Однотипные ссылки в дипломной курсовой работе. Ссылка получается на один и тот же ресурс вот этот clicker.ru а дальше пошла зашифрованность нашего большого адреса. То есть вы не увидите сам сайт, пока его не откроете. Если по названию хотя бы первого домена, если мы сокращаем длинную ссылку вручную, убирая все лишнее, оставляя только первое имя, мы можем понять, что это textero или развлекательный портал какой-то, откуда он взял эту информацию. И даже просматривая список источников, мы это можем увидеть. Практически все вот эти кликеры, все сокращатели ссылок, они работают вот таким вот образом. Они перепроводят их через себя. То есть там все ссылки, они будут иметь примерно вот такой вид. Разница будет только вот в этом шифре. А первое имя оно будет всегда одно. Это имя самого кликера. Поэтому я могу дать конечно вот это есть обзор вот этих ресурсов, с помощью которых можно сокращать ссылки. Если хотите, на всякий случай я вам его сейчас попробую сюда кинуть. Да, вот. Текстер очень хорошие обзоры. Очень рекомендую посмотреть, подсчитать. Там очень хорошо написано про все эти сокращатели ссылок. И как правило непроверенную информацию они не дают. Поэтому этими ресурсами можно пользоваться. Но опять же имейте ввиду, что у вас могут такую работу не принять у вашего студента и научный руководитель может не принять такую работу у студента. Если все ссылки будут однотипные, везде будет стоять кликер, 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 кликер. Если это не прописано, но с другой стороны опять же есть лазейка, как мы сегодня говорили, если есть законы можно обойти, почему бы не обойти. Если это не прописано в методических рекомендациях и перед началом работы со своим научным руководителям лучше этот вопрос отдельно оговорить, будут приниматься эти работы или нет. И научным руководителям, прежде чем рекомендовать эти сокращатели ссылок студентам, уточните сами, допустимо ли, если это не указано и не говорено отдельно в рекомендациях, допустимо ли использование таких сокращателей ссылок. В некоторых возах категорически нет. Где-то даже три строчки значит три строчки приводи. Мне важно открыть, посмотреть сразу каким ресурсом ты пользовался. Это действительно бывает очень важно и нужно. Поэтому с сокращением ссылок очень осторожно применять можно, но опять же должны быть договоренности установлены с самого начала. И по библиографическим описаниям и ссылкам мы с вами на следующем вебинаре будем разговаривать уже более подробно какие виды какие типы насколько можно сокращать полные ссылки первичные и вторичные список источников основы вот этого библиографического составления библиографического описания о чем обязательно нужно знать студенту научному руководителю о чем не о чем желательно знать что можно опустить вот об этом мы наверное на следующем вебинаре с вами уже к этому вопросу вернемся сегодня мы посмотрели как это можно оформить как можно форматировать начали с самого простого а потом уже от формы переходим к содержанию Сергей Иванович задает вопрос каким нормативным актом требования в ссылке ссылки на список указывать номер цитируем страницы ой номер цитируем и страницы это вообще-то вообще-то у нас идет по госту по госту это все там если если мы берем если так что 2008 ссылки сноски Сергей Иванович это 2008 и 2003 это для списка источников смотрите если у нас идет прямое цитирование и мы берем конкретную фразу либо конкретный кусочек текста у автора не искажая его не внося своих смыслов за то что мы закавычиваем и указываем из какого источника мы это взяли лучше всего укажите с какой страницы где где в этом источнике искать эту ссылку где в этом источнике находится этот цитируемый цитируемый фрагмент а если это 600 страничное издание вы взяли оттуда три фразы на которых потом построили свое умозаключение как потом проверить что вы не выдернули ее из контекста и не исказили смысл все 600 страниц просматривать ну наверное нет в списке источников приводится физических характеристиках указания объема вот эти что книга в 600 страниц а в самой ссылке указывается обязательно страница откуда это взято то что иначе иначе вы не проверите корректность заимствования вузе говорят что не обязательно Сергей Иванович не обязательно но это опять же для вашего во первых если вузе говорят что не обязательно это не значит что это так лучше укажите лучше перестраховаться знаете потом какие ситуации возникают при проверке на антиплагиат студент говорит я это писал сам или я взял вот из этой книги и ведь проверка на антиплагиат она проходит в два этапа это первый автоматически а второй ручками мы с ним садимся мы открываем он показывает этот источник я говорю покажи вот где там это находится почему он тебе выдает что это вот откуда ты из чужой работы взял покажи он открывает показывает мы смотрим и иногда я снимаю эти галочки потому что он доказал свою правоту что он действительно этот источник видел что да в этом издании именно в третьем издании именно на этой странице находится вот эта цитата остальную текст он написал своими словами ничего сергей такова наша доля всех журят льва ландау знаете как журили за то что он как он проводил свои экзамены еще как журили да но он сказал я не отступлюсь по антиплагиатам наталья александровна проверяем антиплагиатам антиплагиатам проверяем в обязательном порядке а сейчас это кстати проверка дипломных курсовых работ есть общее требование это же включено данные антиплагиата процент оригинальности текста в отзыве научного руководителя когда он пишет свою работу да либо справка представляется по данным проверки антиплагиата либо процент указывает научный руководитель мы еще и распечатки делали скриншоты всей вот этой таблички я всегда делаю для своих студентов чтобы чтобы это было наталья александровна антиплагиат это условное название сервисов может быть несколько которые если вы имеете ввиду антиплагиат точка ру это одно это сервис а антиплагиат это общее название сервисов которые помогают нам выявить некорректные заимствования если в стандарте нет конкретного указания какой системой проверять это пожалуйста можете выбирать любую да совершенно верно наталья александровна есть не просто антиплагиат точка ру есть и другие системы список можете туда тоже грузить хороший вопрос спасибо наталья александровна прям сегодня сделали наш день вопросами смотрите коллеги когда грузите в антиплагиат вот такая история не грузите пожалуйста туда титульные листы содержание список источников и приложения ну если у вас нет конечно сомнений по поводу приложений что они откуда-то целиком или че кусками не составлены по методу рэклея режь клей сейчас говорят копипаст только текст потому что список источников одну и ту же книгу 44 студента ссылаются потому что преподаватель ее рекомендует и он вам это покажет да да совершенно верно список литературы очень сильно снижает процент оригинальности текста при проверке титульный лист то же самое содержание то же самое может быть берете берите пожалуйста только само содержание от введения до последнего слова заключения и вот его отдельным файлом грузите в антиплагиату он вам покажет реальную картину что есть что есть правда и второй этап не забывайте первый этап мы проверяем автоматически а вот второй этап это уже пересматриваем приходится проходить по тексту иногда вместе студентам потому что часть заимствования оказываются корректными все-таки их можно учесть как корректно и снять галочки и повысить процент оригинальности текста ну в общем-то в диссернете они тоже также проводят проверку диссертации на корректность и в два этапа первый этап автоматически автоматически а второй этап эксперты садятся ручками проверяют диссерт диссертационном зале в электронном ресурсе открывают и смотрят значит еще вопрос от Сергея Ивановича требования группировки списка не очень жесткие по выбору значит смотрите если у вас в методических рекомендациях прописано список источников оформляется в едином алфавитном порядке и больше ничего значит едином алфавитном порядком все в перемешку идет если у вас есть требования выделения по видам изданий тогда мы выделяем научную литературу законодательные акты научную литературу учебники а внутри уже по алфавиту если есть иные требования они должны быть указаны в методических рекомендациях если нет Сергей Иванович спокойно берете сами прописываете рекомендацию и вперед рекомендации ГОСТа нет Сергей Иванович ГОСТа нет а в этом случае мы опираемся на рекомендации ВУЗа потому что заворачивать за неправильное оформление работу вашей или ваших студентов будут сотрудники Деканата будет ВУЗ будет факультет поэтому здесь от рекомендаций не отходим но с другой стороны мы же эти рекомендации пишем значит мы можем внести в них изменения самоустраняется читайте ГОСТы ну Наталья Николаевна конечно конечно читайте источники и будет вам счастье в этом случае на основании ГОСТов можно прописать и некоторые кафедры так и делают прописывают свои рекомендации по оформлению когда происходит вот такое самоустранение нет единых регламентов каких-то стандартов единых для всего ВУЗа тогда кафедра сама может прописать эти рекомендации но основываясь на ГОСТах как говорится все что не выходит за рамки инструкций все что не выходит за рамки ГОСТов мы можем применять значит коллеги по библиографическим описаниям для списков источников и для оформления ссылок мы с вами на следующем следующий или через вебинар по моему следующий вебинар на нем мы с вами разовьем нашу тему если есть уже перейдем к содержательной части да что есть библиографическое описание чем оно отличается от ссылок и какие ссылки где применяются коллеги сегодняшний вебинар мы наверное уже будем завершать мы да уже наши законы полтора часа подходят к концу присоединяюсь к Ирине Георгиевне Наталье Александровне за вопросы спасибо если есть какие-то вопросы хотелось бы узнать уточнить к следующему вебинару коллеги пожалуйста присылайте вопросы сейчас я вам дам ссылочку на нашу группу да так чтобы нам не по ходу дела это очень хорошо так вот ссылочка на группу в фейсбуке вы можете прямо так давайте я там тогда пост сделаю вопросы к вебинару и все вопросы которые возникают по библиографическому описанию по составлению по оформлению то что вам хотелось бы на следующем вебинаре услышите рассмотреть напишите пожалуйста туда в комментарии потому что и мне тогда будет легче выстроить логику вебинара отталкиваясь от ваших вопросов и я буду понимать что именно вот это вам интересно и это как бы задаст направление для следующей встречи участники вебинара Эльмир Мансурович придет обязательно рассылки приходят проверяйте папку спам и вот во вкладочке вопросы в самом верху Павел Юрьевич специально оставил такую пометочку для всех кому нужен сертификат у кого есть вопросы по сертификатам итак коллеги на сегодня мы с вами заканчиваем сегодня наш вебинар подошел к концу следующий смотрите по расписанию следующую встречу мы как раз начнем с вами по библиографическим описаниям и ссылкам более подробно разбираться и со знаками и с порядком и с оформлением итак дорогие коллеги всем спасибо за сегодняшнюю встречу спасибо нашим самым активным участникам задававшим вопросы интересовавшимся тема я так чувствую зацепила тема важная нужная поэтому ну наверное на следующих занятиях мы ее разобьем итак всем спасибо еще какое-то время я здесь выключить но побуду если будут вопросы можно можно дописать дописать сюда все всем счастливо всем удачи и павел юрьевич если у вас есть слово к нашим участникам тогда попрошу подключить да спасибо уважаемые коллеги Татьяне как всегда огромное спасибо за блестящий вебинар вам спасибо за большое количество вопросов и активное ведение диалога с вашей стороны я надеюсь что на все вопросы по вебинарам я по сертификатам я ответил кто не видел в самом начале вкладки вопросы мой ответ на то что делать если сертификат не пришел а я с вами прощаюсь и напоминаю что мы проводим вебинары почти каждый день приходите на наши следующие вебинары в Директ Академию будет снова интересно до новых встреч до свидания субтитры